Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили Т-44-85 и, как обещал, выкатываю его из ангара и делаем с вами абсолютно честный обзор. Итак, ребят, смотрите, машину выставили на продажу за 4,5 тысячи и продолжим после того, как я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк данному видео, потому что без ваших подписок, без ваших лайков моему каналу не развиваться, не существовать. Все зависит только от вас, а я вам заранее безумно за это благодарен, спасибо вам большое. Итак, за 4,5 тысячи вы можете взять себе Т-44-85 отдельно от набора. Машина полностью голая, лысая, есть просто машина и место в ангаре, короче говоря, ничего в состав какого-то там набора не входит, просто машина. В составе набора же вы можете получить к данной машине себе еще вот этот вот камуфляжик. И честно говоря, я к камуфляжам крайне спокоен, да и этот камуфляж меня абсолютно не впечатляет. Да, у него есть какая-то вот такая вот изюминка его строгостью спокойности и, я бы сказал, серьезности, да, то есть не размалеванный какой-то, а действительно в строгих тонах боевой машины. Но мне, ну как бы абсолютно ровно до камуфляжа, поскольку какой камуфляж ни поставь, от этого ничего не меняется, кроме внешнего вида. Мне и вот этого вот такого какого-то веселого новогоднего вполне таки себе даже хватает. Итак, возвращаемся к самой машине. Хорошо или плохо, мне оценивать крайне сложно. Вот поверьте, серьезно, сейчас придется катать и заново говорить свое мнение по одной простой причине. Потому что 4,5 тысячи голды цена сейчас в магазине, а я покупал данную машину на новогоднем аукционе буквально месяц назад, считайте, буквально за 2 косаря золота, как и многие другие игроки, кстати. Что касается самой машинки, то, что можно оценить непосредственно стоя в ангаре, это, допустим, броня, которой здесь просто нигде нет. Вот здесь вот в ореоле вокруг маски орудия 137 с учетом приведенки. Все, все остальное, это меньшин, соответственно, шьют вас куда попало, как попало, в борта башни неправильно довернул и до свидания, нижний бронелист, верхний бронелист. Короче говоря, пробивается машина, в принципе, куда угодно. Да, бывают какие-то рандомные рикошеты, порой иногда что-то не прилетает в маску, хотя мне и в маску прилетало. Поэтому, ребят, о понятии броня просто забываем и воспринимаем все как есть. Второе, то, что мы можем с вами обсудить, стоя в ангаре, это орудие. И то, ребят, не все далеко показатели. Сейчас объясню. Значит, смотрите, заявленные показатели у меня изменились и, соответственно, стали чутка получше, когда я поставил оборудование, амуницию. И с учетом опыта моего экипажа элитного мы дошли до следующих показателей. 3,3 вместо 4,1 по времени сведения. Здесь несущественно улучшился на разброс. 3,39 было 355, поэтому, в принципе, даже незаметно. Урон существенно улучшился. Было 227, стало... Простите, 2227, стало 2558. То есть, ну, в принципе, практически на 300 единиц. Время перезарядки тоже улучшилось. Было 5,27, стало 469. Существенно улучшилось, но, соответственно, потянуло за собой улучшение ДПМ. Что касается остального по орудию, понятное дело, ничего не поменялось. Бронепробиваемость снарядов базовых 147, в принципе, для игры больше, чем достаточно. Средний урон 200, что тоже, кстати, я бы не сказал мало, но и не особо много. Короче говоря, вполне играбельно, вполне нормально. Углы склонения вниз минус 6, крайне, ребят, дискомфортные, просто до безобразия. Ну, а все остальное сейчас будем обсуждать непосредственно в самом замесе. Объясню, почему дискомфортно. Смотрите, СТ-шки, ЛТ-шки это машины, которые предназначены в первую очередь для того, чтобы передвигаться по карте. Если вы передвигаетесь по карте и ездите по неровностям, понятное дело, что перескакивая через какой-то холмик, тебе хочется как можно быстрее выстрелить в того врага, который находится ниже тебя. А с такими углами склонения это очень сложно. И когда вы поворачиваете башню на борт, то есть отворачиваете вправо либо влево, от этого углы склонения ваши на данной машине практически не улучшаются. Это действительно доставляет очень много дискомфорта. Теперь, что касается того, что я всегда говорю. Не заценивайте орудие, не заценивайте машину исключительно по цифрам в какой-либо таблице. По одной простой причине. Потому что проблемой, допустим, того же Т-44-85 является то, что заявленное время разброса в 3,3 секунды, это время сведения, простите, это типа классно. То есть 3,3 это хорошо, это комфортно. Но, ребят, реально на средних и на дальних расстояниях, вот смотрите, сводится очень уныло. Прям совсем. И такое впечатление, что после того, как я все, что хотел пытаться улучшить, улучшал, к особому улучшению это не привело. Ну вот просто по ощущениям в игре. Поэтому то, что вам показывает какая-то цифра, еще не факт, что вы действительно с таким же кайфом, как эта цифра нарисована, будете играть по факту. Что касается точности орудия. Точность орудия, в принципе, хорошая, приятная, классная. И к ней у меня вопросов абсолютно никаких нет, ровно до тех пор, пока вы не начинаете играть на данной машине на дальних расстояниях. Объясню почему. Дело в том, что эта точность, она очень сильно повязана... Сейчас, простите, секундочку, здесь меня воцелит. Видите, углы склонения насколько некомфортно, даже когда на горку вот так вот запрыгиваешь. Ну а тем более сейчас враг спустился вниз. И, в принципе, выковырять мне его оттуда будет очень сложно. Поеду поищу кого-нибудь другого. Так вот, ребята, отыгрывая на дальних расстояниях, я не знаю, в этом бою получится показать или нет, Но снаряд летит крайне, крайне плохо. Он настолько медленно передвигается в пространстве, что порой ваш соперник умудряется даже уехать куда-то от вашего снаряда, пока он долетает. Плюс к тому, в другом бою, который вы можете посмотреть, нажав на ссылочку, которая будет в правом верхнем углу в данном видео, вы можете увидеть, что стреляя на дальние расстояния, получается так, что ребята, которые находятся ближе к сопернику, их снаряды долетают до него быстрее. То есть, ты вроде бы сейчас на 200 мог ему закинуть и 200 положить себе закинутой альфы в копилку, но нет, ребят, не получается, по той причине, что пока ваш снаряд долетел, у товарища осталось 70. Да, ты, красавчик, вроде бы добрал недобитка, но, ребят, особо-то урона ты с этого не получаешь. Ну, вот даже на вот таких расстояниях сейчас могильщик успел довернуться быстрее, чем мой снаряд до него долетел. И это крайне, крайне дискомфортно, крайне неприятно. Короче говоря, ребят, отыгрывать на дальних расстояниях на данной машине, как я уже сказал, очень-очень сложно. Что касается подвижности. Подвижность действительно классная. Мне, честно говоря, нравится. Я не могу сказать, что не хотелось бы быстрее. Да, нам всегда чего-то хочется лучше, чего-то круче. Хочется, чтобы пушка закидывала сразу 3000 урона за один выстрел. Но, ребят, в целом, подвижности машине хватает. Что касается, как вы сейчас видели, стрельбы без полного сведения. Да, в основном, когда без полного сведения ты откидываешь, то ничего хорошего от такой стрельбы не ждешь. Я так понимаю, что здесь нас ожидает, в принципе, слив, потому что там товарищей осталось четверо. Из них три тяжа. Да, есть там товарищ недобиток, но, видите, без полного сведения сразу машем лаптем в сторону ангара. По одной простой причине, потому что мы просто-таки не попадаем в товарища. Но и, к сожалению, нас продолжают разбирать. Короче говоря, ребят, в этой машине, безусловно, плюсы есть. Но эти плюсы, все-таки, ребят, сопровождаются рядом минусов, которые, ну, не всегда, не всегда будут перекрываться теми плюсами, которыми обладает данный аппарат. Второй вопрос, который все-таки меня очень сильно смущает, это то, насколько машина стоит вот этой вот разницы между двумя тысячами и четырьмя с половиной тысячами золотых монет. Все-таки, ребят, не стоит, не стоит, ребят, четыре с половиной тысячи данный аппарат. Если бы его сейчас в магазин выставили, допустим, на продажу тысячи за три, ну, пускай за три с половиной. Я бы еще задумался над тем, чтобы сказать вам о том, что, возможно, данная машина этого стоит. Вот две с половиной тысячи урона, окей. Три сделанных фрага, тоже вроде бы окей. Что касается фарма, ребят, то по фарму здесь получается, с учетом прем-аккаунта, за вот такой вот бой 49 тысяч серебром. И это не значит, что в каждом бою вы реально будете вот столько вывозить, столько получать. Поэтому, ребят, я и хочу сказать свое честное субъективное мнение. Четыре с половиной тысячи золота, голая машина, это конкретно голая машина, не стоит, ребят, однозначно. Вот серьезно, есть семерки, которые вы тоже можете приобрести себе за, там, приблизительно те же самые деньги. И, честно говоря, данные семерки играться будут, ну, куда лучше, куда интереснее. Мне, допустим, тот же самый Т28HTC заходит гораздо больше, хотя покупала его за три с половиной. Вообще ни в какое сравнение данная машина не идет с Т23Е3, которую вы можете купить практически в любой момент. И в основном в магазине, допустим, ее выставляют где-то по три-три с половиной тысячи. Поэтому, ребят, я говорю, что данный аппарат, ну, не советую брать за тот ценник, который сейчас висит в магазине. Напишите вы, пожалуйста, свой комментарий по поводу данной машины и стоит ли она четыре с половиной тысячи золота. Потому что именно ваше мнение является альтернативным моему. Ну и, соответственно, ребята, которые пытаются принять взвешенное решение, а стоит ли тратить голоду, хотят и вашего мнения тоже. На данный момент, ребят, у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите свои комментарии обязательно, обязательно возвращайтесь на мой канал. Я вам буду всегда очень сильно рад. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока.